привет парни приглашаю вас сегодня вместе со мной прогуляться по моему охотничьему будику погодка сегодня хорошая минус 3 градуса похожу поснимаю посмотрите вместе со мной на красоту нашей вятской природы нашего вятского леса подышим свежим воздухом попьем чайку у лесного костерка в общем такие планы на сегодняшний день мужики давайте приглашаю вас сегодня на охоту пойдемте так ребят в моем капкане добыча по моему норка а нет други мои тут хорек попался лесной хорь вот так вот капкан сработал поймал зверя поймал зверя капкан капкан единичка попался хорь лесной такой вот зверек покажу такой вот красивый зверек позарился он на сойку и кишки бобра и заскочил мой капкан шкура ничего не стоит отдаю на выделку может когда-нибудь что-нибудь сошьем уже несколько хорей есть они периодически попадают вот такой вот зверь так что ребят это у меня один из первых капканов уже приятно идти не переключайтесь смотрите дальше я думаю будет еще что показать так ребятушки проверяю второй капкан в первом значит был хорь а во втором висит куничка смотрите внимательно третья куница в этом сезоне двух снимал олег на большом пути вот куничка побили и рябчик улетел совсем рядом птицы и поклевали такая вот куничка попала в дождь брюхо и сойки проклевали неделю не проверял капканы ай как жалко то вот она наша русская красавица попалась в дождь сдать конечно такую не сдашь отдам на выделку в общем вот так ребят всего неделю не проверял досадно конечно немного небольшая куница маленько но тем не менее вот такой зверек такие вот дела мужики ну ничего отдадим на выделку это у меня уже будет наверное двадцатая или двадцать первая не помню уже даже сколько у меня икуниста накоплено на жилье на шубу копим в общем такие вот дела ладно смотрите второй капкан это всего у меня может еще что будет интересного не переключайтесь так мужики тут у меня на путике хитрая куничка завелась проходными капканами пользуюсь редко а вот пришлось поставить потому что она приманку объедала капканы скидывала даже несмотря на то что я привязываю капканы куница их скидывала пришлось от нас на скорую руку ящик смастерить и воткнуть проходной капкан но куницы пока нет неделя вот прошла неделю не проверял капканы куницы пока нет такие вот дела хотел куленку но времени совсем не было нужно было ехать в город и в этом так вот быстренько смастерил ящичек ладно следуем дальше мужики я думаю будет еще что показать вам вперед так мужики вот так вот еще поставил капкан здесь тоже было все объедено зверем в пластиковой бутылке уже проходной но вот куница или норка не знаю по следам не особо разберешь вот она прошла буквально под капканом и туда не зашла хотя дырки в кеге наделаны пластиковая не знаю почему она не лезет два раза нам эту приманку с ногозахвата снимала и сейчас я поставил проходной но куница туда лезти и не хочет не знаю с чем это связано опыт установки проходных капканов у меня не слишком большой поэтому может кто-нибудь порекомендует что-то я делаю не так я думаю что не лезет не лезет он туда связи с тем что запах от тухлого бобра распространяется очень плохо надо делать жидкие приманки на норку очень хорошо из жидких приманок работают тухлая змея гадюка или уж на куницу прополис и обычно настаиваю и поливаю вокруг капкана тоже как бы показала себя очень хорошо такая приманка но норка на змею прет просто обалденно что следующий раз пойду обязательно здесь все намажу знаю может глицерина куплю или так в водичке растворю посмотрим в общем кто если знает почему это происходит может ставлю неправильно пишите комментарии буду рад выслушать ваше мнение но вот дверь прошел буквально под капканом да не полез а когда стоял на газахват два раза объедала приманку она мужики давайте идем дальше проверим сейчас ребят кавканчик на бобра надо наша река в зимнем своем убранстве как красиво не правда тут у меня попалась выдра вот зверь его это улазил наслеженно я думаю что тоже выдра да 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 по следу выдра а нет ну если выру то небольшая может но как ребята это мой капкан четко тяно я не вижу будем сейчас доставать смотреть а он как там болтается возможно что-то и попалась сейчас я камеру поставлю на штатив отключусь как они так так Сработает, значит, стоит. Возможно, его сдвинуло просто течение. Очень много было воды. Капкан, возможно, просто сдвинуло течение. Капкан пустой. Сейчас я залежу его на сторожу. И пойду дальше. Смотрите. Так, ребят. По моему путику прошли волки. Вот их следы. Вульф. След крупный. Шарятся серые разбойники. Бляха-муха. Шарятся. Волки сейчас ходят. Вдоль реки. Это у меня уже замечено не первый год. Караулят на полыньях бобров. Много раз я замечал. Прямо ложатся перед полыньей. И лежат, караулят бобра. В прошлый год ходил выводок. Два волчонка и волчица. В этом году, говорят, ходит шесть волков. Стаю видели. Разбойничают. Ну, ничего. Даст бог, сведем счеты. Да, ребят, два волка. Вот след и вот. Крупный след. Очень крупный след. Прошли два волка. Не знаю, может даже сегодня ночью или вчера. Вот они тут лежали. Может, мышей ковыряли. В общем, не знаю, что они тут делали. Перешли они здесь реку. Походу. Да, наверное, вот здесь они реку перескочили. И ушли в том направлении. Это каждый год я наблюдаю. Что только отморозить начинают. Появляются полыньи. Ходит волк вдоль реки. Наверняка одна и та же волчица. Придерживаться своих охотничьих маршрутов. Видите, какая красота, ребят. Природа готова к зимнему сну. Так вот красиво, мужики, у нас. Вода поднималась. Сейчас ушла. По всей реке хрустит лед. Просаживаются. Очень-очень красиво. Рябчик, ребят. Готов. Рябчик. Рябчик готов. Стрелял близко. Буквально, наверное, метров с 20. Он выпоркнул и сразу тут присел. Шансов у птицы не было. Вот такая, мужики, птичка. Это рябчик. Это рябчик. Очень вкусное мясо. Очень люблю я суп из рябчиков. Лесной супчик. Очень мне нравится. Маленькая, правда. Штучки 2-3. И будем готовить суп из рябчика. Кто-то из подписчиков просил, чтобы я приготовил из этой птицы блюдо. Третья дичина сегодня. Такие дела. И это еще, я думаю, не последнее. Еще капканов проверять много. Так что, смотрите, ребят. Так, мужики, рассказываю историю. Фу, встал. Значит, вот эта плотина, где в прошлый раз попал молодой бобренок. Вот она. Значит, привязал я капкан в палки, поставил на прежнее место. Сейчас трутру объектив. Прихожу. Плотина развыта. Прям мощно развыта. Капкана нет. Отчаялся. Здорово. Очень здорово отчаялся, что нет капкана. Пошел по реке смотреть. Река уже, значит, вся замерзла. Вся замерзла река. Вижу посреди реки осиновый дрын лежит. Думаю, наверное, он там неспроста лежит. Сходил, вырубил елку. Бревно здоровое. А дрын этот встыл в лед. Вот этой елкой, этим бревном я разбивал. Разбивал лед. Сейчас поставлю камеру на штатив. Попался, в общем, небольшой бобр. Буду его доставать. Вон в этой полынье, он там лежит. Очень было досадно терять капкан, терять зверя. Узнал, что зверь попался, и он уже все равно там. Сейчас, ребят, установлю камеру. Капкан номер три. Много захват. Сейчас буду доставать пабрижку. А вот, на эту палку. Впредь наука. Капкан всегда забивайте колы, ставите предзимний период. Да. А, кстати, мужики, тот же самый бобр. Походу, тот же самый. Вроде бы, на лапе у него пальца нету, бля. Точно, блядь, смотрите, мужики. В прошлый раз бобра, блядь, упустил. Извиняюсь за мат. В прошлый раз бобра упустил, а в этот раз вот этот бобр. Без пальца. Ну, да чё ж тупой зверь. Неужели нельзя было подумать о том, что я снова здесь могу поставить капкан. Зверь очень глупый, походу, бля. Обосрался ещё там на халяву, блядь. Маленький бобришка, наверное, может быть, даже первогодка или года два ему. Не особо я в этом разбираюсь. Как говорил один из великих сибирских охотников, не помню его имя, к сожалению, тоже прочитал я в журнале Охота. Он говорил своему внуку не бойся выпускать зверя. Он придёт снова. Вот так вот оно и есть. Мудрость его сработала. Вот такой бобр. Это у меня нынче первый бобр. Вот так вот, ребят. Сейчас я его в снегу обваляю. Капкан нара. А капкан нара снова установлю. Чё там? Пусть стоит. Такие дела. Хорошо, что я увидел эту палку посредине реки. Так бы я оставил. Вот так вот, ребята. Очень рад первому бобру. Можете поздравить. Смотрите, ребят, как красиво здесь у нас. Какая красотища. Крутой высокий берег реки. Тот берег подтоплен бобриной плотиной. Такие вот у нас места. Соснячок тут растет, ельник на берегу. Люблю я это место. Там еще бугорок тоже красиво очень. Такая наша авиатская природа в своем зимнем убранстве. Я бы так это сказал. Такая вот у нас красота. Смотрите, как здорово. Обалденно. Не правда ли. Ну что, ребят, заканчиваю проверку своего путика. Прохожу последний капкан крайний. Рюкзак приятно давить на плечи. Три зверя у меня сегодня. Первым был хорь, вторая куница и третий бобр. куничку жалко. Немножко сойки побили. Брюхо ей проклевали. Такую шкуру уже не примут. Небольшая куница. Пустим шкуру на шубу уже не у меня уже есть кое-какие заготовки для шубы. Порядка на двадцати даже уже не помню. Да, порядка двадцати куницы на есть. Бобрик попался небольшой. Погода сегодня отличная. Завтра тоже собираемся идти на охоту с другом. Возможно пойдем проверять путик. Тот который большой. Буду снимать показывать. Очень рад и очень благодарен вам мои подписчики за то что смотрите меня пишите комментарии ставите мне лайки это очень очень приятно радует то что зарубежных у меня подписчиков много очень приятно пообщаться с людьми из других государств кроме как в России я не был нигде поэтому очень интересно что еще добавить все походу наверное больше не оттает у нас зима начинается начинается зима приладил я бобрика вот так вот на рюкзак привязываю его рюкзак не засовываю на обед времени не было надо идти раздевать зверей дома на это уйдет немало времени в общем такие вот такая вот была сегодня у меня охота проверка пути ну что добавить подписывайтесь на канал пишите комментарии ставьте лайки мне еще раз напоминаю что очень приятно что вы меня смотрите в общем давайте с вами был Серега Охотник и канал Вятка Хантер до новых встреч